На мой взгляд, чтобы удачно подготовить квартиру к продаже, я бы поделил эту подготовку на три зоны, так скажем. Первую зону я бы выделил это подъезд, немаловажно, и места общего пользования туда, второй зоны. Ну и третья – это сама квартира. Что же видит потенциальный покупатель, заходя в подъезд? Если там есть какой-то мусор оставленный, или, быть может, добродушные соседи подкармливают домашних животных и миски с хлебом, с молочком, я думаю, стоит их перед показом спуститься и убрать. Если уборка проводится реже, чем два раза в неделю, то иногда следует позвонить в управляющую компанию, сделать так, чтобы они убрались, и после этого назначать показы. Если мы переходим в саму квартиру, то тут у меня тоже несколько советов. В первую очередь, я считаю важным, когда квартира кажется безликой. Когда нет следа какой-то истории, что ли, плохой либо хорошей, да. Но вот если мы же заселяемся в отель, мы не чувствуем того, что до нас здесь кто-то жил. Но это про хороший отель, конечно, речь. Мы как с чистого листа открываем для себя этот номер. И также здесь, да, покупатель, заходя в квартиру, должен видеть, ну, безликость эти квартиры. По моему мнению, очень важно электрика, сантехника и все коммуникации. Здесь, как нельзя не отметить, может испортить впечатление текущий кран, отвалившийся включатель или розетка, либо подтеки на стенах от какого-то потопа или еще чего-то. Вот их нужно устранять. Заходя в ванную комнату, продавцам я бы посоветовал мелкие тюбики, зубные щетки или все, что предметы личной гигиены, те, что на виду, убрать. Убрать грязные вещи, предназначенные для стирки. А в кухне же, ну, никогда не должно быть грязной посуды в раковине. Все должно стоять на своих местах и крошки или следы готовки, они тоже должны быть убраны. Самым интересным, по данным некоторых исследований, является то, что покупателю квартира нравится с приятным запахом. Аромат свежесваренного кофе, либо цитрусов, либо нейтральный свежий аромат легких-легких чистящих средств, когда вот только-только убрались. Если есть мелкая, либо еще крупная собака, то на время показа мы ее выводим гулять обязательно, чтобы она не помешала нам. Если, ну, кошка или еще кто-то, да, мы меняем наполнитель перед этим моментом, да, для того, чтобы вот продукты жизнедеятельности домашних животных не мешали восприятию и осязанию ароматой квартир. Если же у вас незастекленная лоджия, например, да, то стеклитель перед продажей тоже не стоит, потому что многие захотят это сделать по-своему. Это не будет восприниматься как каким-то, ну, серьезным дефектом квартиры. Неровные стены, затертый пол, то ремонта вот этого делать не стоит, это будет затратно, это не поможет быстрее продать квартиру. А если же где-то отодранные обои, например, да, не работает дверь, вот это следует подправить, тогда это ускорит шансы на продажу. Бывает часто в детской комнате изрисованы обои как память о том, как ребенок продавцов взрослел, и им это не хочется убирать. Но в то же время это след, это история предыдущих жильцов, что может негативно сказаться на последующей продаже. Тоже с домашними животными, но с подранными стенами. Их никуда не деть, в принципе, да, когда, ну, показы какие-то срочные. Но в любом случае, в идеале, вот это место переклеить. Еще один важный момент, когда клиенты приходят и видят заставленные мебелью комнату, завешанные стены картинами, да, стопки залежалых книг, которые никогда не читали, да. Вот от старого хлама надо избавляться. Дышащая квартира просторная, квартира продастся гораздо быстрее. Продолжение следует... Продолжение следует...